Аэродром международного аэропорта Сухум имени Владислава Арзенба получил статус аэродрома совместного базирования. Такое решение было принято на очередном заседании кабинета министров Абхазии. Проект распоряжения президента страны предполагает, что на этом объекте смогут разместиться как государственные воздушные суда, так и гражданские. В прошлом году мы начали отрабатывать этот проект. Привлечен российский инвестор, который согласился вести проектно-светные работы на этом объекте. В течение следующего месяца полностью заканчивается составление проектно-светных документов. Рассчитывая рентабельность этого объекта, мы выходим на уровень 1988 года и с него мы берем 30%. Это примерно 3-5 тысяч пассажиров будет отрабатываться на этом объекте. Это первое. Второе. Самая главная рентабельность на этом объекте, что заложено, это грузоперевозки. Преимущества Сухумского аэропорта достаточно велики. Его взлетно-посадочная полоса достигает более 3,5 тысяч метров. На сегодняшний день одна из самых длинных в постсоветском пространстве. До начала 90-х годов пассажиры оборота аэропорта Сухум в летнее время составлял 5 тысяч человек в сутки. Однако из-за разгоревшейся отечественной войны народа Абхазии его функционирование было прекращено. В 1993 году он был закрыт. Сегодня же на заседании правительства помимо статуса совместного базирования Международному аэропорту имени Владислава Арзенба был присвоен 4-буквенный индивидуальный идентификатор. Присвоен Международному аэропорту Сухум имени Владислава Арзенба и воздушному пространству Республики Абхазия международный 4-буквенный код УРАС. Вместе с этим поднялся вопрос и подготовки кадров гражданской авиации. Командующий ВВС Абхазии Адгургумба отметил, что на сегодняшний день в республике есть молодые специалисты в этой области, нуждающиеся только в повышении квалификации. «Четыре молодых диспетчеров, это, знаете, это минимум пять лет учиться и сколько, уже готовы мы езжать в Абхазию прибыли, которые закончили в УРАС. Это именно по Минобороне мы сделали, но это их переучивание займем где-то месяц-полтора, и эти люди уже будут готовы именно заниматься. Также на заседании Кабинета министров было принято постановление о подготовке нормативно-правовых актов в области использования воздушного пространства Республики Абхазия, авиации и выполнения мероприятий по обеспечению его функционирования». «Здесь есть перечень документов, которые нужно создавать, помимо того, чего созданы. Это правила использования воздушного пространства нашей страны и порядок определения взимания платы за аэро, навигационное оборудование, диспетчерская служба будет работать, и все это должны идти, как говорится, в копилку группа аэропорта города Сухум. «Помимо всего вышесказанного, здесь нам необходимо еще создать энергетические генерирующие условия для аэропорта. Они не менее 3 мегаватт. Это было в советское время. Сейчас понятно, что этих условий на этом этапе нет, но есть наши службы, которые уже получили задание президента». В свою очередь глава государства президент Рауль Хаджимба отметил, что такое соглашение имеет только положительную сторону. Это и укрепление связей с Россией, и увеличение туристического потока. «Это как раз-таки вопросы укрепления тех связей, которые позволят нам получить и туриста, получить и людей, приезжающих к нам не только в качестве туристов, а в качестве и инвесторов. Мы же говорим о том, что аэропорт работает не только в сфере авиационных деятельностей, а аэропорт дает возможность и вне авиационной деятельности получать дополнительные доходы. А это наши с вами бюджетные возможности. Что касается нынешней ситуации, это только первые шаги. И все будет зависеть от того, как мы будем выстраивать эти отношения, как мы будем настойчивы в этих вопросах». Следующим вопросом на повестке дня стал проект соглашения между Абхазией и Россией о софинансировании расходов органов внутренних дел страны, денежного довольствия и социальных гарантий для работников правоохранительных структур. «При должном уровне денежного довольствия и контроля, как и все, будет значительно меньше, чем при низкой оплате труда. К основным трудностям прохождения службы органов внутренних дел относятся следующие социально-экономические условия. Это низкая зарплата, нехватка необходимых материал-технических средств, это транспорта, служебных помещений, средств мобильной радиоактивационной связи, компьютеров, сервисов, факсов, форменного амундирования. Социально-финансовая материал-техническая защита сотрудникам милиции необходимый элемент правового положения сотрудников органов внутренних дел. От ее улучшения зависит эффективность правоохранительных деятельностей и обеспечения правопорядка на территории нашей республики». Участники заседания данное постановление приняли единогласные, как отметил министр финансов Джан Сухнанба. В этом случае речь идет о достаточно существенном увеличении финансирования. «Предполагается финансирование на увеличение денежного удовольствия, я в целом говорю, сумма, которая планируется на 2019 год, это порядка 150 миллионов рублей. На 2020 год планируется увеличение до 300 миллионов рублей. И в 2021 году планируется увеличение в размере 450 миллионов рублей. Отдельно по направлению улучшения материально-технического оснащения речь идет об увеличении финансирования на 188 миллионов в 2019 году, на 108 миллионов в 2020 году и на 98 миллионов в 2021 году». Также было принято постановление об управлении национальным парком Республики Абхазия в Кодорское ущелье. Таким образом, 27% территорий нашей страны получают статус особо охраняемый.